Всем привет! В кадре у нас один из самых маленьких фонарей на RCR123A. Это Lite S1 Baton. Новинка 2015 года, только недавно появилась на рынке. Такой вот малыш. Вот он рядом со стандартной зажигалкой BIC. Размеры его и вес вы можете найти в описании. Я не буду затягивать обзор и все какие-то нюансы, тонкости я их вынесу в текстовый обзор. Ссылочку на которую можно найти внизу. Ну а сейчас будут демонстрации работы этого фонаря. Ну и какие-то такие личные впечатления. Кратенько. У фонаря имеется кнопка. Кнопка вот такая вот резиновая. И фонарь управляется кнопкой. У фонаря есть несколько режимов. У фонаря присутствует память, то есть запоминает выключенный режим. Также у фонаря есть таймер. То есть можно выключить его из включенного состояния через 3 или через 9 минут. Вот таблица режимов. Рантаймы, заявленные производителем. И инструкция, что меня порадовало, имеется на русском. И все в принципе понятно. То есть управление фонарем довольно простое. Можно поставить на паузу. Кому интересно. И изучить подробнее. Давайте сейчас покажу, как этот фонарь светит на улице. В сравнении с другой моделькой. У Light S10R. Таким вот фонарем. Ну и также покажу вот с моим сейчас повседневным наключником. Stank 007 E09. В сравнении. Турбо. Ну то есть верхний. Нижний. Средний. Для глаз то, что надо. Так приятно. Не очень холодно. Не очень холодный свет. Ну и турбо. Если надо что-то резко подсветить, то можно включить турбо режим. Это у нас S10R. И еще раз S1. Танк 007 E09. 120 режим. И Light S1. 80. Фонарь этот действительно маленький. Вот магнитик тут находится. Сзади. То есть вот здесь вот есть магнит. В Tail Cap'е он извлекается. Если пружинку оттуда вынуть. Здесь тоже пружинка на минусовом контакте. Обратите внимание. Минусовой контакт в голове фонаря. А плюсовой к хвосту. Немного нестандартный. Я когда первый раз открыл упаковку с этим фонарем. Поставил батарейку. Я воткнул его не той стороной. И долго удивлялся. Почему же у меня фонарь не работает. Специально для таких как я. На корпусе имеется такой вот рисунок. Для непонятливых. Кстати я видел на фонарях первых партий. Нет. Не было этого рисунка. Просто было пустое место здесь. Потом стали наносить вот этот рисунок. И фонарь на этом элементе питания. Выдает довольно неплохой свет. И мне он больше нравится чем у S10R. Для каких-то повседневных задач. Ну и я на самом деле наверное заменю. Свой повседневный любимый фонарь. Tank 007 E09. Вот на этот. Потому что если раньше я думал. Tank 007 или вот это. Конечно же танк 007. Потому что он здоровый какой-то. А если уже между этими двумя выбирать. То уже позиции танка немножко пошатываются. Я магнитик из хвоста кстати достану. Не так уж он и нужен. Ну он иногда может помочь. Он без проблем липнет. К любому металлу. Даже если его крепить вертикально. Он тоже будет держаться. Есть там в машине. Под капотом надо куда-то его прикрепить. Но у меня лично не возникают такие ситуации. Когда он может быть нужен. Поэтому я его вынул. Потому что к нему все время что-то магнитится. Он очень мощный. Какие-то мелкие вещи. Все время что-то магнитится. Не очень приятно. Насчет клипсы. Клипса здесь переставляемая. То есть можно фонарь носить и головой вверх. И хвостом вверх. Но клипса мне не очень понравилась. Она чуть-чуть елозит. На S10R клипса прекрасная. Не елозит. Достаточно мягкая. Здесь все наоборот. Клипса елозит. Надо надевать сюда термоусадочку на одну из лапок. И клипса очень жесткая. Я даже не могу ее сейчас отогнуть. К тому же вот здесь вот у нее высокий подъем. Когда вы сажаете на карман, карман джинс упирается сначала в этот подъем, потом вот сюда. Клипса на этом фонаре мне не очень понравилась. Она слишком тугая. На S10R гораздо более мягкая клипса. Эту на карман тяжело сажать. В комплекте у этого фонаря имеется ремешок на руку. Вот такой вот. И есть место под крепление. То есть можно закрепить этот фонарь на ключи. Этот фонарь, к примеру, на ключи не закрепишь. Да и он здоровый для ключей. Это большой плюс фонаря. Так вот выглядела вставка в коробку. Там находился ремешок. Ну и вот сама коробка. Коробка маленькая. Под стать фонарику. Так, еще вот функция таймера. Она действительно хорошо работает. Описанная в инструкции. Вот здесь вот. Таймер. Что имеется в таймер? Действительно удобная функция. То есть включайте любой режим. Даже пусть это будет... Пусть это будет строп. И нажимайте два раза. Один раз мигнул. Значит у нас включился. По одному нажатию. Это трехминутный таймер. Через три минуты он закончит вот так вот мигать и выключится. Действительно удобная функция. Я протестировал во всех режимах. И в стробе, и в мунлайте она работает. Кнопка этого фонаря, мне кажется, менее подвержена нажатием в кармане, чем вот такая вот жесткая кнопка. Вот на эту жесткую кнопку упрется что-то в кармане. Бах! И фонарь включен. Здесь кнопка менее жесткая. То есть ее нужно притопить. И фонарь включится. Во-первых, имеется еще и индикация. Во-вторых, это индикация не только разряда, а еще и блокировки кнопки. Ну, на старших моделях на этой нету. Здесь кнопка не блокируется. То есть, если даже удерживаешь, ничего не происходит. Остается гореть самый слабый лунный режим. Вот этот фонарь рядом с фонарем Olight S30R, с здоровым фонарем на 18650, и Olight S10R. Это маленький перезаряжаемый фонарь. Вот разница. Давайте для наглядности мы попробуем поставить. Да, фонарь действительно очень маленький. Пять минут работы фонаря. Давайте проверим, насколько он нагрелся. Ну, 42 градуса максимум. По оптике. Уже столько минут снимаю, а про оптику не сказал. Посмотрите, какая разница. Этим фонарем мы светили на улице для сравнения. То есть, вот здесь, здесь у нас вогнутая, здесь нету стекла, здесь вогнутая такая полусфера, и там вот эта вот часть выпуклая. Ну, вот, показываю. Так вот, забавно все реализовано, но свет прикольный. Сейчас включу Moonlight. Ну, так вот он светит. Приятно, что всегда есть доступ к турбо мгновенный по двум кликам. Также приятно то, что есть строп при необходимости. Ой, это я сейчас таймер запустил. Строп тремя кликами включается. Ну, и таймер. Прикольная функция, но я не думаю, что я буду им пользоваться. Ну, прикольно, что он есть. В общем-то, в целом фонарь мне понравился. По цвету. Цвет он холоднее, чем у вот этого фонаря. Ну, и цвет действительно Cool White. Скажем так. Тут видно, что S10R он зеленит немножко, а тут действительно белый цвет. Также по пятну. Здесь пятно толще. Центральное. Здесь пятно уже. О, как зеленит. Видно. Это косяк. Лайтов, что они зеленить любят. Ну, что ж. Если у вас имеется зарядка для лития и литиевые аккумуляторы. Ну, вот с этим фонарем в комплекте не идет никакого аккумулятора. Вот с этим, например, идет в комплекте и аккумулятор, и зарядка. Стоят они примерно одинаково, кстати. Вот этот фонарь с аккумулятором и зарядкой и вот этот фонарик стоит одинаково. Так что, если у вас нету ни литиевых аккумуляторов, ни зарядки, то, может быть, лучшим вариантом будет у Light S10R. Потому что вот в этом... Ну, вы будете часто менять батарейку вот эту вот маленькую, потому что емкость у нее небольшая. Обычно емкость у таких батареек 650, 700, матч, 650. И ее приходится довольно часто менять, там подзаряжать каждые несколько дней. Если пользуетесь интенсивно, если не интенсивно, то, может, там и раз в месяц вам придется заменять батарейку. Ну, и раскручивать этот фонарь, раскручивать, ставить на зарядку, закручивать. Резьба у фонаря изначально была смазана. Здесь ход резьбы не особо большой. Там 3-4 оборота, не так уж и много. Проверяем, что будет, если погрузить фонарь на полчасика в воду. Запускаем таймер. Полчаса спустя проверяем, достаем, что там с фонарем. С фонарем все в порядке. Вода внутрь не проникла. Щеткнуть и все. Но я для себя вижу серьезную разницу и в габаритах, и в весе между этими фонарями. И себе я выбираю вот этот фонарь, потому что у меня есть и зарядка для лития, и все. И литиевых аккумуляторов полно всяких. Поэтому для меня однозначный фаворит тут вот этот фонарь. Но этот тоже неплох. Скорее всего я его подарю на Новый год знакомым. А этот оставлю себе. Потому что ну это уже близко, близко к наключникам на 3А. Очень близко. По габаритам, по массе. А по свету он их бьет, вот эти наключники. И очень-очень сильно бьет. И выигрывает. Все, всем спасибо. Дополнительная информация будет в описании. Ссылка на обзор вот этого фонаря тоже будет в описании. Затягивать не хочу, потому что у меня есть обзор вот этого фонаря на 40 минут. И там среднее время просмотра 15 минут. То есть не все готовы так долго смотреть. Если что, смотрите текстовая версия в описании. Все, пока-пока, увидимся.